Я в прошлый раз уже доказал, что любое геометрическое слово равномерно. Помните? Мы там смотрели углового коэффициента. Что если есть неравномерность, то в таком случае возникло бы противоречие с угловым коэффициентом. Замечательно. А вот сейчас я докажу в обратную сторону. Любое равномерное геометрическое слово геометрическое. Ну, не периодическое, это будет нужно для того, чтобы там не прошло через... То есть, это вот, когда мы получаем бесконечное слово и построим его напрямую, то нам нужно, чтобы не было прохождения через гусь. Для этого будет нужна не периодичность. А по сути, нам дали любое равномерное слово, и мы хотим доказать такой факт, что равномерное, давайте для начала, конечное слово, равномерное конечное слово, геометричное. У нас есть какое-то слово из букв ВЭ. ВВ, Г, ВВВ, ВВ, 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 ВВ и так далее. Какое это слово из букв ВВ? Господа, давайте мы посмотрим, чему это соответствует на координатной плоскости. Можно перенести как угодно, а вот тут написано В. Что значит В? Значит, прямая должна пересечь вертикаль, так? Замечательно. Дальше, что она должна сделать? Написано В. Это значит, она должна пересечь вот эту вертикаль, так? Дальше написано Г. Если она только что пересекла эту, то она должна пересечь вот эту горизонталь, правильно? Замечательно. Дальше написано ВВ. Что это значит? Она должна пересечь вертикаль и пересечь эту вертикаль. Дальше она должна пересечь горизонталь. Дальше она должна пересечь две вертикали. И вот, господа, нас спрашивают, может ли это сделать одна прямая? Понятно? То есть, у нас есть такие вот засечки, ну, слово будет гораздо более длинное, засечек может быть гораздо больше. Мы знаем, что слово равномерное. И вот нужно понять, а, собственно говоря, удастся это сделать или не удастся? Господа, для облегчения работы давайте я скажу следующее. Я могу обращать внимание только на пересечения с вертикальными. Вот если я отмечу пересечения с вертикальными, то какие горизонтали пересекаем, из этих будет автоматический вид. Вот если я на этой картинке оставлю только вертикальные отрезки, вот эти, Смотрите ли вы сказать, что этот горизонтальный отрезок должен быть пересечен? Ну конечно, да, потому что Если у нас здесь вот такой вертикальный отрезок и здесь такой вертикальный отрезок, мы должны пересечь этот, и мы должны пересечь этот, то интересно, как мы это сделаем без пересечения горизонтальных, правильно? И наоборот, если у нас вот эти вот два, то, разумеется, мы здесь никакую горизонталь не пересекали, да? А если бы они были на разных уровнях, то мы, соответственно, нужное количество горизонталь их должны были обязательно пересечь, понятно? То есть, вообще-то достаточно смотреть только на вертикальные. Ну или наоборот, только на вертикальные. Если мы знаем все про вертикали, то мы автоматически знаем все про вертикали. Замечательно. И вот, господа, ровно про это есть в математике стандартное средство. Называется теорема Хелли. Я сейчас ее сформулирую, докажу и объясню, как это поменять сюда. Впрочем, Хелли по-человечески был очень несчастный человек. Это был математик, который попал в Первую мировую войну. Он сделал совершенно потрясающие математические работы. Создавал то, что потом назвали функциональный анализ. Но из-за того, что его в армию призвали, из-за того, что война была и так далее, он, в общем, при жизни так и совсем никакого уважения и почета не получил. И только, когда он умрел, люди поняли, насколько же это был замечательный математик. Мы с вами действительно замечательный. И он доказал теорему. Кстати, она имеет отношение не только к этому. Это просто один из важных стандартных фактов реагирования. Теорема Хелли. Если на плоскости Я сейчас для плоскости формулирую, потом я объясню, как это будет по прямой, по пространству и так далее. Если на плоскости любые при нескольких данных выпуклых множеств пересекаются при нескольких данных выпуклых множеств пересекаются имеются точки, которые принадлежат всем трем пересекаются то и все пересекаются Итак, теперь идем на этот чертеж и понимаем, почему теорема Хелли фактически решает нашу задачу. У нас здесь разговор про вертикальные такие штучки. Так? Правда, вопрос, что такое выпуклое множество. Оказывается, что если примуду задавать уравнение 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 к и с плюс b то множество таких пар k и b которые пересекают вот этот вот интервал оно выпуклое на плоскости с координатами k и b и у нас в результате есть такое выпуклое множество такое 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 и если мы проверим что любые три из них пересекаются то есть что из равномерности следует что можно для трех таких засечек найти прямую то по теореме Хелли будет и для любого количества засечек ребята теорема Хелли разрешает нам не думать о большом количестве она сводит задачу всего лишь к трех засечек ну а три засечки если вы нарисуем то выяснится что это в точности есть условия равномерности понятно да так что если сейчас мы с вами разберемся с теоремой Хелли то фактически дальше несколько слов сказать мы разберемся с нашей задачей если на плоскости любые три из нескольких нескольких имеют своего конечного числа кстати понятно почему здесь все-таки нельзя сказать из бесконечного потому что представьте себе что множество будет устроено следующим образом угол 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 и так будут все углы которые получают друг из друга движение понятно да как вы считаете если так до бесконечности дойти пересечение этих углов будет какое порядочное пустое уезжаем туда пустое а понятно что пересечение любых трех из них да и вообще пересечение любого конечного числа это будет самый маленький самый ключ понятно пересечение любых трех не пустое а пересечение бесконечного числа пустое то есть в теорике Хелли возможен такой эффект что если вы берете бесконечное множество пересечение всех будет пустое из-за того что Утрал. Но в нашей задаче так не будет. По той простой причине, что вот это множество у нас на самом деле окажется ограниченным. Я потом рисую все обратно. Так что у нас и можно будет и про бесконечное количество этих засечек при помощи теоремы Хелли сказать, потому что не произойдет такого ухода. Но нет мелочи. Давайте сначала докажем теорему Хелли для случая конечного числа. У нас есть конечное число множеств. Любые три пересекаются. Давайте докажем, что в таком случае и весь этот конечный набор тоже пересекается. Это одно из простейших и замечательнейших рассуждений теорем. Давайте сначала для случая четырех множеств. У нас есть всего четыре множества. Любые три из них пересекаются. Ну, если все четыре пересекаются, то вообще уже все. Мы уже все докажем. А если три пересекаются, а все четыре нет, то мы берем первые три множества. И берем точку их пересечения. И она должна тогда не принадлежать четвертому, но принадлежать первому трех. Так? Понятно? Вот давайте эту точку назовем А1-2-3. Вот точка А1-2-3 принадлежит первому, второму и третьему множеству. Ровно так же должна существовать точка А1-2-4. Точка А1-3-4 и точка А2-3-4. Согласны? Каким свойствам обладает вот эта точка? Она принадлежит первому, третьему и четвертому множеству. Вот если бы она принадлежала и второму тоже, то все, мы уже это теоремы доказали. Ну, второму она, наверное, не принадлежит. Вот эта принадлежит второму, третьему и четвертому. Так вот, господа, давайте подумаем, а как в принципе могут выглядеть четыре точки? Ну, одна картинка вот такая. Эти четыре точки – это вершины какого-то там клоунного угла. Возможно такая картинка? Возможно. Вторая картинка. Есть три точки и одна в другом. На самом деле, возможно, и другая картинка. Когда эти все точки лежат на одной прямой. Но если вы секунду подумаете, то вы поймете, что такого типа картинка – это на самом деле такой сплющенный один из этих случаев. Согласны? Поэтому реально нужно разобраться вот с этими двумя картинками, а это уже автоматически, само собой получится. Замечательно. Давайте начнем с этого. Тут номера не важны. Поэтому я могу считать, что вот это, например, а1, 2, 3. Переставляю, если чечев. Номера множатся местами. Это 1, 2, 4, это 1, 3, 4, а вот это вот 2, 3, 4. Все понимают, что цифра 1 присутствует во всех этих местах. Значит, они все лежат в одном и том же, в первом выпуклом множестве. Но по определению выпукло множество. Если у вас две точки лежат, то и весь отрезок лежит. Вот эти две точки лежат в первом множестве, значит весь отрезок лежит. И весь отрезок лежит. Господа, это значит, что весь треугольник лежит. Потому что вы можете провести вот так вот отрезок, вот этот отрезок здесь принадлежит по примеру, значит и отрезок принадлежит. Получается, что точка А, 2, 3, 4 принадлежит и первому множеству. Потому что она принадлежит треугольнику, который весь содержится в первом множестве. Понятно? Все. Значит, она принадлежит и первому, ну и 2, 3, 4 тоже. Итак, первый случай разобрал. Второй случай. Пусть вот это 1, 2, 3, 1, 2, 4, неважно, как он будет, потому что можно нумерать. А, 3, 4, и, наконец, 2, 3, 4. Господа, все опять очевидно. Смотрите, вот эта точка и вот эта точка принадлежат второму и четвертому множеству. Правильно? Значит, весь этот отрезок целиком принадлежит и второму, и четвертому. Понятно? Замечательно. Давайте я поставлю стрелочку. Я вижу здесь 2 и 4. Хорошо. А этот отрезок целиком принадлежит каким множествам? Первому и третьему. Замечательно. А, значит, точка пересечения, она лежит и во втором, и в четвертом из-за этого. И в первом и третьем из-за этого. Значит, она принадлежит все у четырех. Победа! Значит, для четырех множеств теоремы Хельгин я отказал. Хорошо? А теперь, понятное дело, пусть у меня есть некоторое число n, которое больше чем 4. И пусть для n-1 теорема Хельгин уже доказана. Понятно? То есть у нас есть некие множества. Давайте их обозначим. m1, m2 и так далее. mn. Для n-1 я уже доказал. Теорем Хельгин. Теорем Хельгин. Значит, все множества, кроме первого, имеют непустое пересечение. Так? Понятно? Ну, и жертвый закон. И любые три из них пересекаются. Потому что любые три из этих пересекаются, значит, любые три из этих тем более пересекаются. Вот. Значит, есть точка общая для них. Давайте точку обозначим B1. Точка B1 может не принадлежать первому множеству, но принадлежит всем остальным. Догадайтесь, что я дальше сделаю. Я возьму точку B2. Какую? Которая принадлежит первому и всем с третьего военное, но может не принадлежать второму. Так? А также я возьму точку третью, а также я возьму точку четвертую. B1 принадлежит всем множествам с второго поединка. B2 принадлежит первому, третьему, четвертому и так далее. Б3 принадлежит первому, второму, четвертому и так далее. И B4. Мне больше не потребуется. Б4 принадлежит первому, второму, третьему, пятому и так далее. Господа, пожалуйста, внимательно посмотрите на начало доказательства и поймите, что вообще так же все будет. Есть четыре точки, и пусть они лежат в вершинах функционального уровня. Вот B1, вот вам B2, вот B3 и B4. Смотрите, этот отрезок, он каким множеством точно принадлежит? Всем множеством, в номерах которых нет двойки и четверки. Понятно? B2 может не принадлежать второму, всем остальным принадлежит. Это может не принадлежать четвертому, всем остальным принадлежит. Значит, если вы забудете про второе и четвертое, то вот эта диагональ принадлежит всем, кроме, может быть, второго и четвертого. Так? Хорошо. А эта диагональ принадлежит чему? Всем, кроме первого и третьего. А точку пересечения? Развети. Вот эта точка. Почему она принадлежит первому множеству? А потому что вот эти принадлежат первому. А почему она принадлежит второму? Потому что вот эти принадлежат второму. Понятно? Все. Вообще-то, суждение стало бы такое же, как там. Я просто ввел, может быть, не очень разумное обозначение, так что кажется, что суждение изменилось. Оно вообще не изменилось. Просто никак не изменилось. И точно так же здесь, смотрите, если у нас есть точка В4, здесь В1, В2, В3, да? То, вот, глядите, у нас вот этот треугольник, принадлежит всем множествам, кроме, может быть, первого, второго, третьего. Но зато вот эта точка принадлежит и первому, и второму, и третьему, а может максимум не принадлежать четвертому. Но как раз четвертому она принадлежит, потому что вот эти все принадлежали четвертому. Так, может, я немножко долго рассказывал, но мне кажется, должно быть понятно. Понятно? Да. Ребята, это классика. Это одна из великих теоремии геометрии. Теорема Хелия. Для того, чтобы вам стало понятнее, кто может сформулировать ее не на плоскости, а на прямой? Ну, прямая – это одноверный случай. Понимаете, в плоскости у нее две кординаты, х, и у, а на прямой – одна кордината. Кто скажет, как сформулируется теорема Хелия для прямой? Если на, раньше было на плоскости, а теперь на прямой, вот не три. Две. Любые два из нескольких данных, а как называют на прямой выкупло множество? Отрезки. Отрезки, да. Ну, на самом деле, луч или вся прямая. Ну, в данном случае, и так важно. Давайте для отрезков. Если на прямой любые два из нескольких отрезков пересекаются, то и все эти отрезки пересекаются. Ну, вообще-то, это один из очевидных фактов. Замечательным образом, хоть он и очевидный, но он и тогда встречается в решениях задач, так что его не сразу и опознаешь. Давайте я его переформулирую на языке, не знаю, там, посещений какого-нибудь хорошего места. Ну, я не знаю, какое место, куда все иногда заходят и всем туда хочется. Кафе. Кафе, отлично. Я боюсь, что в Москве нет такого кафе, куда все ходят. Ну, представим себе, да, в каком-то деревне, где вот есть одно большое кафе, и народ любит там встречаться. Представьте себе, человек приходит, что, значит, один раз, какое-то время там проводит и уходит. Вот один человек пришел, посидел, ушел. Другой человек пришел, посидел, ушел. Третий человек все это время там сидел. Четвертый как-то вот так. Понимаете, да? Что значит, любые два пересекаются? Это значит, любые два из них встретились в кафе. То есть, был момент, когда они оба там были. Утверждение. На самом деле, был момент, когда там были все. То есть, если есть система отрезков, где любые два пересекаются, то тогда есть точка общая для всех отрезков. Как это доказать? Примерный такой абсолютный. Все знают, что у отрезка есть левый конец и правый конец. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, как... Вот у меня на картинке, на самом деле, есть очень небольшой момент, когда они все пересекаются. Согласны? Как сказать, что это за точка и что это за точка? Вот есть и все левые концы, есть и все правые концы. А между какими двумя точками лежит вот это пересечение всех отрезков? Нет, вот здесь задача промышленного результата. Как назвать вам тут объект? Есть некоторая конечная система отрезков. У каждого из них есть левый конец, у каждого из них есть правый конец. Промежуток. Что это? Промежуток. Я понимаю, что... Да, между двумя концами, да. Но что это за конец? Вот давайте посмотрим на эту точку. Как вы объяснили бы, что это за точка? Ну, сначала, это левый конец или правый? Смотря какого отрезка. Правый, это правый. Это? Вот эта точка? Нет, тогда левый, если нет. Это левый, конечно. Очевидно, левый. А эта точка? Правый. Правый. Вопрос. А какой это из левых концов? Самый правый. Молодец. Самый правый. Из левых. Да. А этот как зовут? Этот самый левый. Самый левый. Давайте я тебе шоку. Самый правый. Самый правый. Из левых. Вот это будет левый конец пересечения. А правый конец пересечения, это будет что? Самый левый из правых. Самый левый из правых. Давайте поймем, почему это будет настоящий отрезок. Собственно, в каком случае это будет не настоящий отрезок? Если бы вот этот самый, самый правый из левых концов оказался бы правее, чем самый левый, да? Но секунду, что значит правый из левых концов? Это значит, что здесь есть какой-то отрезок, для которого он является левым концом, да? А что значит самый левый из правых концов? Это значит, что здесь есть какой-то отрезок, для которого он является правым концом. И вот нам интересно понять, может ли так быть. Конечно, нет. Потому что тогда эти два отрезка бы не пересекали. Очевидно? Для прямой теорема Хельмера, в общем, более-менее очевидная. И все ее доказательства в этой одной фразе. Самый правый из левых концов расположен левее, и совпадает с самым левым из правых концов. Последнее упражнение. А как она формулируется для пространства? Если в пространстве даны выпуклые тела, выпуклое множество, для в том что? Какое условие? Не читайте, для плоскости было что? Не слышу. Для плоскости было любые три пересекаются. Скажите, в пространстве этого достаточно или нет? Нет. Почему? Приведите пример четырех тел в пространстве, что любые три пересекаются, а четыре нет. Четыре тела в пространстве. Любые три пересекаются, но при этом все четыре не пересекаются. Когда у нас есть любовь, артеология, согласны ли вы, что когда берешь вот эту минулую плоскость, вот эту и вот эту, то они, каждый три пересекаются, а втроем нет. Согласны? Потому что пересечение вот этой и этой, это вот этот угол, а этот угол с этой плоскостью не пересекается. Ребята, вообще-то такую штуку можно сделать в пространстве, только придется брать, конечно, не треугольник, а тетрайтер. Что мы делаем? Мы берем четыре точки, не ближайшие в одной плоскости. Такие существуют? Да, пожалуйста. Берем после этого любые три из них. Вот я не знаю, как это рисовать. В общем, берем вот это полное пространство. То есть, это плоскость и все. Но вот эта точка лежит с другой стороны. И так делаем для каждого треугольника. Ну, для каждого из четырех. И будет ровно такая вот конструкция. Для тех, кто не очень это себе представил, разрешите, я это запишу в виде неравенства. Я просто в качестве тетрайтера возьму тетрайтер статьи решения. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 И смотрите, что это тут такое представление. x меньше или равен de plus. Понятно, какую точку деляется? Вот если берете первые две точки, то у них у всех x 0. А у этой х не ноль. И вот, соответственно, х меньше 4 равно нулю. Это плоскость х равно нулю проходит через эти три точки, а эта лежит выше. Понятно? Замечательно. Наверное, вы уже догадались. У не больше нуля. З не больше нуля. А вот смотрите, плоскость, которая проходит через вот эти три точки. Это плоскость х плюс урить плюс з равно единице. И вот давайте я напишу так. Х плюс урить плюс з больше или равно единице. И вот эта система из четырех неравенств обладает следующим способом. Если вы берете все четыре, то она не заместна. Нет точки, чтобы у нее координаты все три были бы числами неположительными. А сумма была бы положительным числом. Потому что сумма трех неположительных чисел не положил. А с другой стороны, если вы берете любые три неравенства, ну, например, x, y и z, могут быть отрицательными? Ну, запястно, минус единицы возьмите. Или x, y должны быть неположительные числа, а сумма x, y и z должна быть больше или равно единице. Да, пожалуйста, x равно минус 1, y равно минус 1, а z это 1000. Вот и все. Вот вам реально пример множеств. Любые три из них пересекаются, а четыре не пересекаются. Ну хорошо, на самом деле, можно было бы, конечно, тут еще посмотреть, какие есть разные применения теоремы Хелли в математике. Есть много интересных, не так много, но есть интересные применения, но интересно, посмотрите, в нет записи видео. Вы просто слово Хелли поищите, найдете. А сейчас возвращаемся к нашей задаче и поймем, почему применение теоремы Хелли доказывает нашу замечательную теорему. Ребята, это удивительно просто. Для этого надо, во-первых, объяснить, почему условие пересечения задает выпутлое множество в координатах k и b. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова